Квалифицированная медицинская и юридическая помощь еще ближе для жителей глубинки. Проект рекотделения «Единой России» продолжает работу. На этот раз мобильная приемная побывала в Богатовском районе. Что волнует местных жителей, выяснила наша съемочная группа. Маленькая Олсу проходит медкомиссию перед поступлением в детский сад. Процедура обязательная и ответственная. Ведь такой осмотр позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение. Все врачи уже пройдены. Последняя запись медицинской карточки – детский хирург. За помощью специалисты обратились в мобильную приемную. Побольше бы устраивали такие акции, потому что детские хирурги вообще необходимы для маленьких детей. А так как нет возможности ездить в город Самара, хорошо бы все, чтобы на месте это все определялось. Медицинский десант из ведущих клиник региона на этот раз в Богатовском районе. Проект партии «Единая Россия» мобильной приемной свою работу продолжает. В эти выходные местные жители также получили бесплатную юридическую помощь и встретились с представителями власти. Я думаю, что этот широчайший круг вопросов, который задают нам жители, он будет важен и для нас. Потому что мы понимаем, что необходимо собирать перечень вопросов. Они везде разные. Но в конце концов, если их собрать, получается красивое ожерелье, которое нужно правильно использовать и решать все то, о чем просят наши жители. О своих проблемах говорили напрямую. Традиционно больше всего претензий связаны с ЖКХ. Не все гладко и в сфере здравоохранения. Так в селе Максимовка, по словам жителей, скорая помощь находится в аварийном состоянии. Мы знаем проблемы со скорой помощью. Есть пути решения. И мы знаем, как это решить. Это будет решено. Проект реализуется с октября 2011 года. За это время состоялось около 300 выездов в 253 населенных пункта региона. Так необходимую помощь получили порядка 65 тысяч человек. А в этом году в приемную уже обратились больше тысячи жителей губернии. На этом проект не заканчивается. Запланировано еще 34 выезда. Мария Акимова, Александр Дмитриев. Новости губернии.